Добро пожаловать на просмотр видео, с вами Данич, на ваших экранах игра под названием My Favorite Car, в переводе на русский мой любимый автомобиль. Мы, конечно же, как обычно, начинаем с менюшки, но перед тем, как зайти в меню, нам предлагают выбрать язык, то есть английский, русский, ого, так, нет, это не надо. Короче, здесь, о, арабский даже есть. Короче, здесь куча языков, я выберу, конечно же, русский, потому что я других не знаю. Вот такая вот менюшка, посмотрите, ребят, как она похожа на меню игры My Summer Car. Я думаю, кто играл My Summer Car, меня поймут. Кстати, обратите внимание, то, что это бета-версия, поэтому от игры ждать отсутствия багов, каких-то недочетов не стоит. Игра еще будет дорабатываться и дорабатываться. Что ж, в менюшке мы можем выбрать цвет машины, в котором она у нас будет, собственно говоря. Какие здесь цвета? Ой, интересный цвет довольно, но я красную сделаю. Мы можем либо продолжать игру, либо начать новую. Также мы можем зайти в настройки и поменять графику. Я, честно говоря, вообще не знаю, кака у меня стоит графика, я ее менять не буду. И мы появляемся дома. Для начала давайте зайдем в настройки. Я чуть-чуть уменьшу чувствительность, наверное. Прямо, ну, чуть-чуть, наверное. Должен сказать, что это первая игра, где вот так все классно сделано с интерьером. То есть здесь даже со всем можно взаимодействовать. Открывать все дверки, причем они открываются со звуком. Открываются с одним, закрываются с другим. То есть здесь все предусмотрено заранее. Это очень классно. Тут у нас отсылочки есть на другие игры разработчиков. Что ж, выходим отсюда. Кстати, здесь можно даже свет включать, насколько я помню. Главное, этот выключатель найти. Холодильник. То есть в будущем у нас будет еда 100% раз. Здесь холодильник есть. Кто? Бирюса. Ванна, толчок, все понятно. Ничего такого интересного нет. Идем дальше. В следующей комнате у нас комната. Ого! Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Потому что здесь такой диван странный. Тут садишься такой и ноги сразу на ручки от шкафа закидываешь. Не очень удобно, я считаю. А здесь у нас прихожая, конечно же, тоже у нас тут серван такой стоит. Все, мы сейчас выходим из дома. Посмотрите, как он классно сделан внешне. Мне он просто безумно нравится. И участок тоже здесь такой забор и колодец. Мне сначала показалось, что с ним можно взаимодействовать как-то, но на самом деле нет. И тут у нас просто куча колес лежит. Мы можем на нашу шаху ставить либо такие, либо такие. И можно стоковые диски ставить, а можно вообще вот такие спортивные. Я обязательно буду их ставить, потому что они уже стоят так, как будто уже на машине. А эти просто кучкой валяются. Что у нас есть еще? Вот сиденья стоковые, сиденья покрасивее и спортивные. Вот это епарку. Я, конечно же, неправильно прочитал. Я думаю, меня исправят. Чуть подальше у нас лежит решетка на заднем стекло и спойлер. Спойлера трогать не буду. Это вообще колхоз. Я считаю, его не будем мы ставить. Также мы можем открыть калитку и, соответственно, ворота, чтобы выехать. Ух ты, как по мне втащили неплохо. В общем, все замечательно. Все круто. Предлагаю уже открыть наш гараж. Ну и вот наша шаха в разобранном виде. На самом деле здесь сборка очень-очень примитивна. Все очень легко. Подходим к какой-либо детали. Нажимаем действие. Эта деталь берется. И вот таким вот зеленым маркером подсвечивается та область, куда ее нужно подставить. Подходим. Действие поставлено. Все. Все максимально просто. Ничего абсолютно сложного нет. Что ж, вот данный момент я думаю сейчас сниму в ускоренной съемке, чтобы не занимать ваше время. Да, я мог его вообще просто вырезать, но я думаю многим будет приятно понаблюдать за процессом сборки машины. К тому же многие просят снимать меня подобные вещи. Что ж, пожалуйста, любуйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Что ж, вот и собрал я жигу где-то чуть меньше, чем за 5 минут. И вот так она будет у нас выглядеть. Как по мне, так немного колеса широки для нее. А остальное вроде нормально. Решетку сзади поставил. Вроде свет неплохо так сочетается. Салон тоже классный. Мы можем все у нее пооткрывать. Багажник. Очень классная тема. Единственное, что мне не очень зашло, то что мы вот так вот можем случайно обратно детали сломать, так скажем. То есть вот у нас дверь. Я, например, перепутал, нажал не ту кнопку и опа, оторвал дверь. Вместо того, что ее просто закрыть. Что ж, давайте будем сейчас выезжать и смотреть карту. Так, нам нужно сесть, как понимаете. А, ну как понимаю, но нам нужно сесть, это факт. Дальше нам нужно завести машину. Где-то здесь есть ключ. Во, зажигание. Завестим. Мы его держим. Так, все, машина завелась. Руль так немного повернулся. Мы, по-моему, криво сидим. Немножко не посередине сиденья. И как будто нам, не знаю, лет 10. Как какой-то школьник сидит за рулем. Очень низко сидим и немного криво. Вот здесь немножко камера недоработана. Но я думаю, вы со мной согласитесь. Было бы прикольно, если бы наш персонаж сидел как-то повыше, я не знаю. Так, давайте будем разворачиваться и выезжать со двора. Нам, во-первых, нужно открыть калитку. Так, ой. Закрою потом калитку когда-нибудь, не знаю. Сейчас нам нужно исследовать карту. Что ж, живем мы, кстати, вот в деревне. Да, до этого-то никто не знал этого факта. Вот такая деревушка. И смотрите, рядышком совсем есть магазин. То есть это уже намек на то, что в будущем можно будет... Ну вот опять. Вот такой вот магазинчик будет в будущем. Здесь всякие продукты будут лежать 100%. То есть продукты ждать стоит. Эх, пройти не можем. Ну ладно. Здесь какая-нибудь кассирша будет 100%. То есть вот такая тема с магазином. Сделан он тоже очень реалистично. Мне очень нравится. Продуктовая лавка. Прикольно. Ладно, садимся дальше и едем исследовать... Ну вот опять, ну что? Вместо того, что закрыть, я хочу нажать действие и дверь убирается. Мы приехали на заправку. Я, честно говоря, не знаю, можно ли с ней уже взаимодействовать. Сейчас мы это проверим. Так, выходим. Жигой опять трясти начало. Берем пистолет. Ооо, смотрите, вот это классная тема. И вставляем его в горгавину бензобака. Ничего себе, здесь деревня продвинутая. Смотрите, литр в долларах меряют. То есть здесь уже рубль неактуален. Заправка классная. Все очень суперски сделано. Что здесь по ценам? А, тут, видимо, бесплатно все. Цента нету. Внутрь тоже может... А, да, можно, смотрите. Ну, я думаю, здесь какие-нибудь приколдесы будут пойти по каких-нибудь колес. Там, бирюлик в салон. Знаете, вот то, что на заправках обычно бывает. Прикольно. Ну, слушайте, мне вот пока все в игре нравится. Ну, практически все. Слушайте, а если его... Оттянуть? Уф, ничего себе здесь. У них шланг. Мы можем просто с ним убежать в Тайвань куда-нибудь. А он повсюду за нами будет. Что ж, ладно, давайте перестанем издеваться над местной заправкой. Ставим пистолет в покое и поедем дальше по своим делам. Ну, собственно, так говоря, куда дальше ехать? Здесь просто будут такие же домики и все. В игре пока что больше ничего, с чем взаимодействовать, нет. Вот и пришло время подвести итог. Игра мне очень понравилась на самом деле. Единственное, чего мне не хватало, это дополнительных типов управления. Кроме кнопок, было бы хорошо добавить какой-нибудь акселерометр или руль. Я думаю, вы со мной согласитесь, на кнопках мало кто любит играть. Из таких недочетов, наверное, камера в салоне. Она немного низко и криво находится. Но что говорить дальше, это, наверное, то, чтобы игра развивалась в лучшую сторону. Добавлялись новые функции. Вот, как понимаю, в будущем можно будет покупать еду. И, соответственно, у нашего персонажа появятся потребности. Как в этом же пикапе или My Summer Carry. Хочу пожелать разработчикам успеха в разработке игры. Объекты здесь очень классно сделаны. Все стоит в тему. Очень классная текстура и классная детализация. Что ж, время покажет. Первое впечатление о игре очень положительное. Что ж, ссылка на игру в описании, конечно же. Встретимся мы с вами в следующем видео или на стриме.